Пир строгого режима. Следственный комитет тщательно изучает снимки из колонии, на которых осужденные за убийство 12 человек лакомятся икрой, крабами и шашлыками. По всей видимости, к роскошным условиям, в которых сидит Вячеслав Цеповяз, причастны сотрудники ФСИН. Сколько денег уходило на деликатесы для киллера, разбирался Иван Литомин. Тюремную роскошь Вячеслава Цеповяза, бандита из Кущевской УПГ, через несколько дней после появления фотографий в интернете, все же решились пояснить в управлении ФСИН по Амурской области. Шашлыки и крабы на столе, мобильный телефон в руках и отнюдь не строгий режим. Все это, как оказалось, уже не раз становилось поводом для внутренних проверок. После серии резонансных материалов в СМИ начали новую. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Скандальные снимки из мест не столь отдаленных Цеповяз отправлял своей бывшей супруге Наталье Стришней. Именно ссылкой на нее их и публикуют в социальных сетях. Вот бандит из Кущевки наслаждается крабами, возглавляет шикарное застолье с красной икрой и медиями, выпивает вместе с друзьями. А вот на этом снимке, прямо на территории колонии, правая рука главаря Кущевской ОПГ жарит шашлыки. Кто выдал отбывающему наказание за решеткой убийцы Цеповязу острые шампуры с деревянной ручкой? Вопрос, с которым задались десятки тысяч пользователей социальных сетей. Ведь их можно использовать как орудие очередного преступления. Как правило, сотрудники ВСИН, которые несут дежурство непосредственно в колонии, не вооружены. В их распоряжении в лучшем случае резиновые дубинки. Пояснение дал заместитель директора ВСИН России Валерий Максименко. Сигналы о том, как сытно и красиво сидит Цеповяз, поступали в ВСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году. Все подтвердилось. Что тут скажешь? Избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно. Особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждений и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников. Есть на снимках и еще одна любопытная деталь. Мобильный телефон. Цеповяз, судя по всему, не привык пользоваться тюремным таксофоном. Да и в интернет со стационарной трубки не выйдешь. А тут, пожалуйста, все блага цивилизации на ладони. Проверку пиршества кущевского бандита на личный контроль сегодня взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. При наличии в действиях сотрудников ВСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александрам Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудники управления ВСИН по Амурской области утверждают, что сейчас условия содержания цеповяза ничем не отличаются от других осужденных. Сидеть бандиту с Кущевки осталось 15 лет. В 2013 году его приговорили к 20 годам колонии. Жестокое убийство в станице Кущевской Краснодарского края произошло в ноябре 2010-го. Бандиты убили фермера Сервера Аметова, его жену Галину, их гостей и четырех детей. После подожгли дом, чтобы замести следы. На месте преступления следователи нашли в общей сложности 12 погибших. А через неделю правоохранители задержали заказчика жестокой расправы, лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка и организатора массового убийства Вячеслава Цеповяза. Последний был правой рукой Цапка. И именно он избрал самый жестокий способ убийства фермера. Там не мог работать чужой человек. Понимаете, в такой системе, в банде нельзя быть секретарем. Ну просто нельзя, потому что нет такой функции. А он кем был? Вот просто так. Заместитель директора. Ну да, заместитель директора. Так все прям вот чудненько. Жестокость преступлений Цеповяза никак не соотносится с тюремными шашлыками, крабами и свободным доступом в интернет. Выводы проверки Следственного комитета и внутренней инспекции ФСИНА будут представлены, вероятно, уже в ближайшее время. Иван Литомин, Вести, дежурная часть.